Вот уже четыре года на территории края работает казачья полиция. Дружины совместно с сотрудниками ОВД патрулируют улицы, скверы и парки, осуществляют проверку подозрительных лиц, пресечения правонарушений, задержания преступников. Как складывается рабочий день казаков в поселении и как они взаимодействуют с местной властью, смотрите в первом материале выпуска. Нынешнее казачество – это реальная общественная сила, активно участвующая в жизни страны. Казаки казачьего общества Забойского сельского поселения следят за охраной общественного порядка, участвуют в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, занимаются воспитанием подрастающего поколения. У нас все мероприятия в поселке без дежурства казачества не проходят. Все праздники, проходящие в поселке Забойске, охрана полностью на казачестве заключается. В 9 мая последнее 70-летие мы вообще организовали, у нас казаки стояли в карауле с саблями, все как положено, заступали, все маршем, становились, все как на Красной площади, точно так же у нас все происходило. Люди, конечно, были довольны, рады этому всему. Здравствуйте, казаки! Здравствуйте, господи! Атамар! Невзирая на погоду и время суток, казаки на страже порядка. Их рабочий день начинается с развода. Затем они патрулируют улицы, обходят социально значимые объекты с целью выявления нарушений общественного порядка. Казаки постоянно посещают культурные и спортивно-массовые мероприятия, которые проходят в поселении. В Забойском проживает много молодежи, часть из них несовершеннолетние. Одно из главных направлений в работе казаков – помощь сотрудникам полиции в исполнении детского закона. «Здравствуйте, ребят! Здравствуйте! Так, несовершеннолетние у нас, смотрю, есть. Про закон помните хоть? Помню, статья 24.1». «Молодец, молодец! Какие проблемы у вас? Нет? Так, подганите, всё хорошо. Ну, молодцы, не забудьте вовремя домой, чтобы всё было у вас замечательно». Казаки Забойского поселения тесно взаимодействуют не только с правоохранительными органами, но и с местной властью – главой администрации поселения и депутатами совета. Так, совсем недавно материальную помощь казачьему обществу оказала депутат районного совета Марина Слюсаренко. По её словам, казаки вносят неоценимый вклад в обеспечение спокойной и безопасной жизни поселения. Поэтому она всегда готова оказать спонсорскую помощь местным казакам. «Посёлок у нас отдалённый. И для того, чтобы было мобильнее перемещаться и наводить порядок в посёлке, ну, приняли решение оказать спонсорскую помощь, приобрести автомобиль. Стараемся помогать администрации, казачеству, потому что всё-таки казачество – это порядок. Все праздники, все мероприятия обязательно казачество принимает участие. Или выпускной вечер, 9 мая, какие-то праздники. Всегда и чувствуется, что есть охрана, что как-то люди стараются вести себя правильно». По словам главы Забойского сельского поселения Александра Крудько, работы у казаков много. Им приходится посещать все социальные объекты на территории поселения с целью охраны общественного порядка. Раньше на это уходило много времени. Теперь с новым транспортным средством любое нарушение не останется незамеченным казачьей полицией, считает глава поселения. «Работа казачества организована на уровне. Сами казаки относятся к этому ответственно, понимая, что это безопасность, прежде всего, самих их семей, наших всех жителей, чтобы им было на чём работать, им был автомобиль. Ну и обратились с просьбой нашему депутату районного совета и главе крестьянско-фермерского хозяйства Сусаренко, Марине Васильевне Сусаренко, которая не отказала и выделила денежные средства в сумме 45 тысяч рублей, на которые казаки сами приобрели, нашли машину, приобрели её. И сейчас три раза в неделю, среда, пятница, суббота, выходят в рейды». Депутаты совета, глава администрации поселения, казачье общество – все они работают ради одной цели – сделать безопасной и благополучной жизнь людей. Взаимопонимание и поддержка гарантируют успех в любой работе. Поэтому жители Забойского могут быть спокойны. Благодаря слаженной работе местной власти и казачества, поддержки предпринимателей на территории поселения соблюдение правопорядка будет обеспечено.